Не так давно редакция газеты «Новороссия» обратилась к своим читателям с призывом собрать книги для военнослужащих армии Донецкой Народной Республики. Коллектив периодического издания убежден, что интересная литература – художественная, историческая, научно-популярная, публицистическая – хоть немного скрасит нелегкую службу наших бойцов часы отдыха. Читатели газеты «Новороссия» откликнулись на акцию и стали принимать в ней активное участие. Результат превзошёл ожидания. Всего лишь за один месяц было собрано около двух тысяч книг. Из них редакция сформировала библиотечные собрания, которые 31 августа были переданы в воинские подразделения армии Донецкой Народной Республики. Не всё время происходит стрельба. Иногда всё-таки у солдат бывает и свободное время. И чтобы его как-то занять, мы предложили нашим читателям собрать интересные книги. За месяц действительно собрали около двух тысяч книг. Книги хорошие, действительно, люди не жадничают, несут по-настоящему интересные книги. Я сам бы с удовольствием было бы время, и их бы почитал с огромным. Благодарен очень нашим читателям. Акция – это не последняя. Уже у нас есть заявки и от других наших бойцов, и от госпиталя, к примеру, тоже нужно как-то собрать, пополнить библиотеки, занять чем-то людей. Вместе с книгами люди передавали и маленькие иконки с надеждой, что они непременно защитят ребят на передовой. Но читатели газеты «Новороссия» не упустили возможности и подписать подаренные книги, оставив короткие послания для наших защитников. Дорогой защитник нашего Отечества, Донецкой Народной Республики, пусть хранит тебя Господь. Мира тебе, добра, любви и счастья семейного, и победы. Сегодня, увидев это все, мы, конечно, были очень удивлены таким количеством книг, 2000 книг. Это очень здорово. И, как мне объяснили, это еще не предел, еще будут книги собираться, будем раздавать людям. Это великолепно. Бегло посмотрев, книги не те, от которых избавляются дома, как макулатура, а книги действительно хорошие, очень интересные. У нас очень разные возрастные категории, у нас много молодежи, им будет очень интересное приключение, очень. Ее много. Приключенческая литература, там и Низнанский я смотрю, там, ну, много. Кроме молодежи, у нас много и возрастных военнослужащиков, которым 50 лет, там, они будут с удовольствием читать классику. Очень будет им это интересно. Ну, молодежь также фантастику. Военную литературу будут читать все. Итак, на передовую отправятся отечественная и зарубежная классика, детективы, фантастика, повести и романы писателей-фронтовиков, мемуарная, научно-популярная и техническая литература, которые станут первой ласточкой в создании новых библиотек в воинских частях. А вот в редакции газеты «Новороссия» заверили, что подобные акции будут проводиться и впредь.